Баухаус. Мифы и заблуждения. В 1919 году в Веймаре родился миф. В бывшей школе прикладных искусств было учреждено заведение, целью которого было изменить, модернизировать жизнь людей. Эта школа искусств провозглашала утопию, в то же время требуя возвращения к старым ценностям. На первый взгляд, весьма противоречиво. Но даже сегодня архитекторы основываются на принципах этой школы Баухаус. Создатель мифа Баухауза – архитектор Вальтер Гропиус. Его цель – строительство будущего. Светлым, прозрачным и функциональным. Именно таким должно было стать жизненное и рабочее пространство нового человека. Баухаус стремится к тому, чтобы объединить все творческие и художественные идеи в единое целое. Идеи Гропиуса разделили последователи различных стилей. Художники Лайонелл Файнингер и Пол Кли стали преподавателями Баухауза. Георг Мухе. Преподаватель искусств Йоханнес Итан, оказавший огромное влияние на своих учеников. И Василий Кандинский – родоначальник абстрактной живописи. К тому времени, когда Баухаус переехал в Веймар, Гропиус уже определил цель, но путь к ее достижению должен был быть раскрыт совместными усилиями учеников и педагогов. Идея поиска была центральным пунктом учебной программы Баухауза. Приверженцы идеи Гропиуса желали отойти от академических традиций, черпая знания у мастеров средневековья и современной науки. Образцы работ учеников Баухауза сегодня пользуются огромным спросом у коллекционеров. И действительно, это музейные экспонаты. Реликвии почти в религиозном смысле этого слова. Результаты базовой курсовой работы – задания по использованию элементарных форм и основных цветов. Вопреки академической иерархии, студенты и профессора называли друг друга мастерами и подмастерьями, все это действительно шокировало респектабельный Веймар. Иногда Баухауз намеренно вел себя провокационно. Фестивали и манифестации были частью программы. Космополиты, но не провинциалы. Их хор не исполнял произведений из репертуара маленького городка. Спустя четыре года местные власти потребовали отчитаться, на что расходовались деньги из городской казны. Но несмотря на международное признание состоявшейся выставки, финансирование Баухауза было прекращено. Победа политического права означала конец Баухауза в Веймаре. «Такая школа своим движением, приводящая в движение других, невольно подтолкнет общество к политическим и интеллектуальным потрясениям». Это слова преподавателя Баухауза Оскара Шлемера. Всего год спустя гостья промышленного города Дессау сообщила об огромном кубе света – новом Баухаузе. В ярком солнечном свете, под голубым небом, здание кажется концентрацией всего света и яркости на этом свете. Стекло и снова стекло. Без этого здания в Дессау не было бы и мифа Баухауза. Баухауз был идеей, фантазией. И я полагаю, что причину того колоссального влияния, которое Баухауз оказал на все прогрессивные школы, следует искать именно в этом факте. Это слова последнего директора Баухауза Ван дер Роя. Баухауз был идеей и в то же время строением из бетона и стекла, спроектированным Вальтером Гропиусом. Дерзкий архитектор использовал огромные стеклянные фасады, чтобы стереть границы между интерьером и внешним миром. Это капитанский мостик, соединяющий крылья здания. Директор и мастера, которые теперь снова именовали себя профессорами, смотрели в будущее с оптимизмом. Вскоре Баухауз стал местом паломничества для всех, кто проявлял интерес к архитектуре. Здание говорит само за себя. Прозрачность в искусстве и в жизни. Находящиеся за стеклянным фасадом классные комнаты и мастерские были открыты для всех. Как и в Веймаре, в Дессау абитуриенту было необходимо пройти обязательный предварительный курс, чтобы быть принятым в одной из мастерских. В этом курсе изучались свойства и потенциальные сферы применения различных материалов. Изделия из бумаги, созданные на предварительных курсах, хранятся в берлинском архиве Баухауза. Экзаменационные работы подмастерьев и работы мастеров рядом с ними. Выставка опровергает утверждение о том, что у Баухауза был единый стиль. Стилей было множество. Изделия ручной работы бок о бок с образцами для массового промышленного производства. Единичные, выполненные вручную выставочные образцы, как это изделие из металла, автором которого является Мариан Брандт. И запущенные в массовое производство предметы мебели, спроектированные Марселем Бройером, известным своими конструкциями из стальных трубок. Или деревянные стульчики для детской. Эскиз Марселя Бройера. В течение 14 лет своего существования Баухауз был учебным заведением, мастерской и экспериментальной лабораторией. Однако он постоянно стремился укрепить сотрудничество с промышленностью. Студенты разрабатывали различные промышленные товары от лампочек до рекламных брошюр. Это один из наиболее влиятельных преподавателей Баухауза, венгерский художник Ласло Мохайнать, инициатор творческих экспериментов с использованием новых технологий. Он сделал фотографию одной из центральных тем программы Баухауза. Три десятка студентов работали и жили в пятиэтажном здании его студии. На первых порах город Дессау был благосклонен к обитателям Баухауза. Они до последнего пользовались поддержкой либерального мэра, защищавшего заведение от нападок со стороны местных политиков-нацистов. В течение семи лет в Дессау сохранялся баланс сил. Баухауза Баухауза Для себя и других преподавателей Гропиус спроектировал так называемые «дома мастеров», построенные в сосновом лесу неподалеку от колледжа. В 1995 году был восстановлен дом Лайонелла Файнингера. Баухауза Прогрессивный мастер и прогрессивный интерьер. Директор Гропиус и его супруга обставили дом крайне оригинально. Святое для мастера место – студия. И повсюду его картины. Это Пол Кли. В течение короткого периода времени идея Баухауза была каждодневной реальностью Дессау. Гропиус был координатором, ключевой фигурой. В 1928 году он оставил свой пост. Его преемник Ханнес Майер был смещен двумя годами позже по политическим мотивам. В последние годы Баухаузом руководил прославленный архитектор мисс Ван дер Роя. К тому времени учреждение стало исключительно архитектурным учебным заведением. Больше не было никакого воссоединения всех направлений искусства. Авторитарный стиль управления Ван дер Роя подавил первоначальный энтузиазм студентов. В 1932 году была разыграна финальная сцена. Нацисты всегда ненавидели Баухауз и, наконец, добились его закрытия. Попытки продолжить дело и вернуть Баухауз к жизни провалились. Но миф жил и распространился по миру. Часто в искаженном либо однобоком виде. Сейчас, будучи реконструируемым по частям, наследие Баухауза снова используется творчески. По одному этому фрагменту можно судить о том, какой притягательностью обладал Баухауз, прежде чем были возведены стены между повседневностью и утонченными башнями цвета слоновой кости. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда-то здесь в настроении беспечной шутливости, ломали стереотипы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наследие Баухауза – это не просто музейные экспонаты, но идея, которая даже сегодня указывает в будущее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автор идеи – Густав Адольф Берр. Фильм – Кристиана Романовский. Оператор – Рюдигер Корц. Фильм озвучен фирмой СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова